Приветствую вас, Алина. Смотрите, вы пишите о том, что наблюдается за психиатром, что следует антидепрессия, что конечно нехорошо, но тем не менее случается. Депрессия является заболеванием психическим и с ней или ей полагается терапия. То есть если у вас диагностируется депрессия и нарушается терапия. Вот, одних антидепрессентов мало, вот. Соответственно, занимаетесь ли вы терапией или нет, непонятно, исходя из того, что вы пишите. Вот, вообще не понятно. И мне кажется, мне кажется, что, ну, наверное, начать нужно с этого. надо с какой-то вот такой, если угодно, этимологии, вот, вашей ситуации. Я думаю, что вот этот момент его, ну, первым нужно рассмотреть. Потому что, все-таки, как никто, да, это вот то, что с вами происходит прямо сейчас. Вот, вот это то, что вот прям вот в реальном времени происходит с вами. Вот. Дальше. Значит, были у вас отношения неудачные, а вами манипулировали. Пишите вы. Значит, если вам манипулировали, то манипулировали, чем-то, то есть у людей, по факту, ну, условно говоря, откуда-то оказалась такая возможность, формальности с вами манипулировать. Ну, конечно, хотел бы понять, наверное, в первую очередь, вас, вот, как так вышло, что, у людей появилась возможность вами манипулировать. Вот. Чем манипулировал вами тот мужчина, какими желаниями манипулировал вашими, понятное дело, тот человек. Вот. И, соответственно, нужно это поисследовать. Этот момент. Дальше. Значит, не вижу больше смысла в жизни, ничего не радует, не вижу никаких перспектив. Здесь такая, я бы сказал, глобальная обесценка идёт. Вас самой. То есть, вы себя глобально обесцениваете. Вот. Именно глобально. Ну, в такой глобальной, скажем так, перспективе вы себя обесцениваете. Вот. И есть, конечно, у этого определённые основания, я так полагаю. Вот. Хотя они здесь не совсем очевидны. Я так тоже полагаю. Вот. Но они есть. На мой взгляд, их, ну, с ними нужно, как минимум, разобраться. Разобраться. То есть, разобраться в том, что это основано. Да. Почему вы себя, грубо говоря, таким вот образом обесцениваете. То есть, что вот для вас не имеется никакого смысла, да. Ничего только с человека. Человека с человеком только смысла не имеет. А Saleh. Как бы без него никакого смысла нет. Но в этом, это момент. Мне кажется, нужно преследовать. Потому что, потому что, ээ… Слишком мало. Мало информации о себе не предоставить здесь. Дальше. Значит. За мной ухаживает перспективный, богатый мне молодой человек, я убиваюсь повередной любви к тому бабе. Ну, а здесь вы судя по тому, что вот пишете, а здесь вся тонкость заключается в том, что вы что-то пытаетесь доказать, как вот я думал через тягу, или через, может быть лучше сказать, через тяготину к мужчине, вы пытаетесь что-то себе доказать. Ну, например, пытаетесь доказать, что до сына любви именно его и прочее прочее прочее. Хотя, по большому счёту, речь здесь идёт исключительно о том, что вы считаете с собой недостойные отношения и боитесь этих самых серьёзных отношений, потому что не чувствуете себя не чувствуете себя заощищённым. Как я думаю ну, я так в крайней мере думаю что всё дело здесь в этом. могу конечно ошибаться вот но часто проблемы у людей именно именно вот такие такого типа проблематика что страх близких отношений с одной стороны с другой стороны запрёт вызывает то что представляют из себя для вас мужчина то есть как вы видите мужчин какой они вообще для вас имеют значение если угодно потому что ну вот то что вы описываете позволяет думать что к мужчинам вы относитесь не совсем как к личностям а больше воспринимаете их в таком ну полу гендерном ключе то есть мужчина просто мужчина да и всё вот мужчина просто вот он вот он он там просто не должен что-то ну мне кажется что подобный подход несколько обесценивает вообще любого человека не обязательно не обязательно только вот конкретного партнёра с которым вы не смогли выстроить отношения да вот и с которым вы то как вы говорите про своего текущего мужчину который за вами ухаживает ну как бы это тоже показатель да тоже показатель того что вам важно чтобы мужчина был успешным вот каким-то таким статусным вы здесь этот момент подаёте по сути как ну какую-то вот знаете ценность вот вы подаёте данный момент как такое достоинство что-ли вот хотя на самом деле это безусловно не так вот то есть на самом деле ценность представляет то что вы хотите делать для людей ну а для мужчины для мужчин вы не хотите скорее всего делать ничего вам важно то что мужчины вам дают вот а вы сами как бы себе дать вот то что вам нужно вероятно не готово вот хотя это под таким вопрос на мой взгляд конечно вот то есть я не хочу сказать 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 что знаю наверняка что это что страна вот ну просто вот по опыту и потому что вы убиваетесь да вам неприятное вот вам больно м все то что все вот про какой то такой был личную попробуем что начинаю придумывать оговорки что указание подходит сама не пойму кто исправит ну чувствует себя недостойной вероятно ради всего боитесь вероятнее всего боитесь вероятнее всего а откуда вы ну мужчина вот и как бы ну соответственно все дело в этом не повторяйте то есть если боитесь откуда я то есть если вы боитесь того что вас могут бросить вы будете убеждаться в том что человек вам не подходит плюс конечно за нижняя самооценка потому что вы обесцениваете выбор своего партнера то есть партнер выбран вас а вы как бы вы говорите нет нет ты выбрал а мне все равно у меня там не знаю свое свое мнение на этот счет вот я сама ну сама решила это проблема конечно для вас вот дальше ранее был не симпатичен я первое проявил инициативу ну здесь опять же нужно смотреть на характер ваших отношений вот конкретно то есть какой конкретно прям характер ваших взаимодействий с мужчиной да что вас объединяет вот представьте была по поводу для чего инициативу вы также проявили чтобы что да то есть как бы для чего вы проявляли инициативу с какой цель все такое вот то есть это все очень очень важно разобрать вот ну а дальше дальше то что вы описываете это действительно такие вот депрессивные мысли они корректируются более чем но для этого нужно работать и для этого нужно все таки заключение врача да то есть чтоб он получал и медикаментозную помощь и психологическую вот а только в таком ключе можно будет работать с вашими негативными установками которые вы которыми вы сейчас руководствуете вот с другой стороны вы говорите про смысл да то есть не видите смысла и прочее ну здесь вся тонкость в том что вы не прислушивайтесь к себе вы себя вообще не слышите на мой взгляд и не доверяете раз вы себе не доверяете то как может быть у вас смысл определяется сам человеком тем что он чувствует он чувствует так не нравится с любимыми занятиями не говоря уже про учебу терапевт психологом действует недостаточно дня пробовал разных специалистов заметно он скатанет но есть требуется сочетание что-то пробовали как пробовали в течение какого времени на этом все надеюсь что помог вам если понравился мой ответ буду благодарен за его оценку в качестве лучшего желаю вам всего самого доброго и удачи вам до сих пор 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 до сих пор